девочки показываю вам на получше ничего не обрабатывала тут недавно только были мы на закупке и вдруг выяснилось муж выяснил что у нас закончился кетчуп и майонез вот сходили в магазин магазин у нас тут рядом с домом так что принципе недалеко кетчуп стоил 59.90 майонез стоил 59.90 купила два лаваша потому что у нас лаваш куда-то вечно исчезает и никогда его не найдешь я положу в морозилку 11 сделаю ночью нибудь из него сделаю лаваш стоил 45 рублей и бумажные салфетки стоили 50 рублей это про салфетки забыла я посмотрите какая зеленая травка красота птички поют такой у нас двор обычный детская площадочка березки ворби как с ума сошли время 10 утра птички тут красиво да тут такая полянка перед домом поляночка вот сюда я хочу посадить цветок это мы сделали вот видите как раз после дождей просела все еще сюда земли досыплю и сюда хочу посадить свою сальвию а это вот зажала соседка цветы сейчас я об общепну немножечко хорошо все зелененько вышли с мужем магазин это рядом с нашим домом такая красота что-то пришло на небе вот что у нас сегодня то солнце то дождь но так в принципе и ничего гуляем ветер на голове черти что немножко прогулялись я вам показала так мелочи мы ездили там по кое-каким делам потом приехали домой и возле дома уже машину поставили и прошлись пешком прогулялись но зашли магазин в общем-то зашли за каким-нибудь печеньем или чего-нибудь сладким в общем сами понимаете да идешь за хлебом набираешь больше чем хлеб взяла я майонез я вам показывала наверно майонез мы покупали сметанный отвратительно это даже это не сметана это не майонез это что-то на вкус очень неприятная гадко в общем взяли майонез потому что мы мы едим майонез я стараюсь кушать меньше но тем не менее этот майонез был по акции здесь 460 грамм по 49 90 был муж взял такое печенье кольцо с орехом по виду она напомнила вот те раньше кольца которые продавали в школе с арахисом взяла так я не сказала до 60 рублей взяла две баночки тунца натуральный не видно ничего натуральный для салатов ну то есть он стружка тунца он уже измельченный на него была акция по 69 90 и взяла вот такой творог 300 грамм здесь это вот как мы покупаем всегда сметану как мы покупаем всегда кефир и нормальная продукция вот взяли еще попробовать творожок и были мы еще магнит косметик я купила пятновыводитель шестый нянь мне нравится хороший мне вообще нравится больше жидкий пятновыводитель ну жидкого не было я взяла такой порошкообразный такой 99 рублей сказала нам вот такую щетку взяли это для замшевой обуви вот так выглядит это кольцо с орехом и на вкус точно такое вот как я помню раньше продавали в хлебных киосках и в школе такое у нас продавали вкусно сделала наконец себе новый маникюр красиво мне нравится я люблю такие тенки лаков и темные очень люблю я все наверно люблю красный и но я не люблю такие синие и желтые а так вот всякими разными пользуюсь красота девчонки готовлю кушать у меня тут лук я буду сегодня делать хачаны у меня рецепт на канале есть если хотите можете пройти посмотреть очень вкусное блюдо замечательно кто не знает это лепешка они бывают с разными начинками я делаю картофель сыр и обжаренный лук так нам больше всего нравится муж такое любит очень ну я может кусочек съем потому что я вам уже говорила пора завязывать жрать потому что скоро лето а кости еще широкая как говорится картошка уже варится тесто тесто у меня на кефире был в холодильнике кефир уже не первой свежести я сделаю из него тесто на таком кефире который уже подходит или допустим ну там на денек просрочился отлично получается тесто но естественно не использовать горький кефир или естественно на котором плесень как так вот подкисший кефир очень хорошо для выпечки мы когда жили в краснодаре у нас в магазине в магазине такой большой может знаете окей здесь таких магазинов нет сетевых больших здесь только пятерочка монетка магнит у нас краснодаре был магазин окей плохой магазин и там продавали со скидкой 30 процент молочку не только молочку мясные продукты тоже которых через допустим два или три дня истекает срок годности но в основном это если мясо это охлажденные какие-то продукты вот и молочка несколько дней остается я всегда покупала молочку на выпечку именно там ну какой смысл мне брать свежий кефир по цене дороже мне все равно нужен кефир именно подкисший такой что чем больше там кислоты тем лучше поэтому здесь такого конечно нет зато здесь продают фрукты и овощи с уценкой допустим которые там чуть-чуть неказистые некрасивые или допустим продают я видела продают кабачки которые обрезают допустим там с двух сторон обрезают где уже начинает портится кабачок принципе для если для оладушек для каких-то можно взять почему нет картошечка закипела сейчас я дорежу лук так хочется с вами поболтать но сейчас у меня дома муж поэтому я стараюсь больше времени уделить ему и поэтому видео сейчас выходит немножечко реже чем было я все еще так делаю все еще покажем полоская горло перекисью у нас отключили горячую воду я очень этому не рада потому что мыть я сейчас вот только я всегда мужу говорила ты зачем это посудомойка говорю нафиг она мне нужна ну как бы живем нас немного тут зачем мне посудомойка горячей 3 тарелки не помоем а вот когда отключает горячую воду тогда начинаешь конечно думать о посудомойке и всех прелестях жизни именно с посудомойкой ладно я буду обжаривать лук я про сейчас включу вытяжку и вам меня не будет слышно увидимся с вами чуть чуть попозже когда я начну все это делать я вам кусочки во влоге запишу просто из и смысла нет полностью записывать рецепт у меня уже есть на канале на кулинарном а здесь так с вами поболтаем просто и девочки пока мне все жарится хочу вам показать в моем доме появился чайник наконец-то я купила чайник мои подруги такой же только другого цвета она сказала чайник неплохой хочу вам показать вот такой он там металлический у него внутренности полагается в принципе неплохой чайник пока вот пользуемся нормально попозже может быть расскажу покупала его на вайлдберрисе тысяча тысяча сто где-то чайник стоит нам нравится под нашу кухню подходит делаю я начинку здесь уже у меня обжаренный лук сыр твердый на терочке и у меня мало было сыра на терке которого твердого я еще сейчас выложу сюда плавленый стоит все равно никто его есть не хочет обкачины будет очень даже вкусно я покупала этот сырок делала что-то вроде шаурмы и нам нравится с плавленым сыром сыр неплохой несмотря на то что это не сыр это сырный продукт но он неплохой я вам хочу сказать покупают монетки неплохо вот видите уже сыр тянется это твердый который растаял вот он так тянется будет очень вкусная начинка хачины можно делать с разными начинками их там миллион всяких разных хачины подходят начинки как для осетинских пирогов короче это большой пирожок но в основном делают вот с картошкой либо сыром все видят какая масса получается она немножко тянется это то что нам нужно попробую на соль я думаю будет нормально но солить надо немножечко сильнее чем вот вы пробуйте начинку на вкус чуть-чуть посолонее потому что с тестом будет этот соленый вкус теряться неплохо очень даже неплохо цыпно тарелочку мойку тесто я уже обмяла такой ведь она мягенькая эластичная тянется хорошо в нем будет разминать начинку как я уже сказала отключили горячую воду и сейчас помою то что у меня в раковине пока немножечко ну вот девочки первый сделала сейчас буду жарить буду сразу делать и жарить немножко ворвался тесто мягкое можно завернуть как хочешь сложить как хочешь это совсем не важно делаю второй лишнюю муку я обтряхивая беру начинку начинки должно быть столько же сколько и тесто такой же комочек я так растягиваю немножко и собираю в общем как большой пирожок его можно сказал хорошо защипываем придаю форму и немножко подставляю крышечку так на крышечку когда тесто полежит с начинкой его легче раскатывать поэтому я стараюсь сделать и отложить ненадолго тогда получается более ровный вот этот видите получился не очень ровный потому что я сразу начинила и сразу раскатала он получается тесто не эластичное и тянется по разному буду так делать все когда пожарю я к вам вернусь ну вот так получилось меня дожарила я свои хищни у меня осталась начинка я сделала три котлетки картофельные сейчас со сметаной и пойду кормить и кормиться сама все всем до встречи в следующем видео пока пока